приветствую дорогие подписчики у нас сегодня интересная тема можно задуматься а зачем нам вот такие вот инструменты именуемые корцангом и крюком с крюком вы уже знакомы корцанг вы сейчас удивитесь мы будем делать подготовку как это профилактическая обработка от клещей да вот мы будем клещей брать за их попки вот так вот и щелкать и клещей у нас больше не будет но на самом деле на самом деле нет для того чтобы когда большое количество змей очень большая вероятность что могут появиться в определенные моменты лета могут появляться клещи у них есть определенная сезонность откуда они могут появиться никто не знает кто-то может притащить другой змеей кто-то с грызунами кто-то просто на одежде кому-то может быть они даже через окно могут попасть для того чтобы этой гадости потом от нее избавиться нужно очень много усилий приложить прям очень много это проклятие киперы с большим опытом они понимают что такое что такое беда когда на вот таком вот количестве террариумов даже пускай на таком небольшом что у меня остались а раньше это было еще плюс только помноженное на 2 потому что это были вот такие вот контейнеры которые были еще в несколько рядов и у многих киперов именно такое количество змей чтобы всю эту раму обработать от клещей но можно просто устроиться на работу на месяц чтобы это все вылечить поэтому что мы делаем если не дай бог вы где-то когда-то увидели одного клеща либо когда допустим спустя определенное время наличие грунта у вас в террариумах его нужно заменять мы делаем следующим образом полностью все террариумы освобождаем да зачем нам крюк чтобы измерю выпечить сделаем это послушнее тем более что он сейчас в линьке и он сейчас нам может вылетать нам в гости да то есть вот давай камхи я дорогой но сейчас не особо но он в линьке то есть у него видно что он сейчас мутный такой кида поэтому он немножечко негодует что мы к нему вообще залазим давно допустим нам нужно его убрать очень важный момент нельзя трогать вот эти вот опилки которые здесь груды собрались вот около входа потому что сейчас мы их тронем он подумает что мы туда лезем и он туда открытой пастью полетит но такую защищает свое жилище поэтому для того чтобы нам этого жука вот да вот чтобы нам его вытащить нам нужно приложить определенные усилия чувак отсюда надо уходить уходить тебе надо отсюда вот то есть нужно знать как общаться со своими бетонцами для этого нам нужен крюк чтобы обезопасить его от самого себя не от нас да потому что ну я его знаю тоже родная душа моя дам которую вот так вот дай ему тупо гладить можем он не так негодует да но нам уже пофигу сейчас я вижу что он вернулся я даже скорее всего смогу вытащить корягу чтобы он не успел на меня кинуть они может быть даже успеет поэтому у нас осталось еще одна коряга эту корягу мы убрать ну да это потом об этом и потом расскажем об этом потом вот соответственно вот но мы чуть-чуть опилок рассыпали вот так вот никогда не делайте с такими веселыми изменения как это потому что в процессе того как вы вынимаете опилки к вам скорее всего привлечет чья-то пасть да и так вот отвлекаться нельзя когда там на агрессивный белогубый бетон поэтому с таким количеством веток как здесь мы уже его вытащить сможем да то есть у нас что берется он все равно будет рыпаться он негодует очень поэтому мы очень аккуратно очень мягко нельзя чтобы он касался ветки потому что если он касается ветки так все в принципе я уже вижу вот касаясь ветки он за нее цепляется он теперь для него ветка я привет он он себе голову уже чешуйку по-моему с ним даже то можем снять наверно но его все то есть он когда ползает вот он уже начинает линей так с него часть головы уже полиняло но ему еще не скоро поэтому не будем его зрительно так ну да серёжа конечно умное решение сделать у него розовое брюхо то есть у него брюхо полностью белое а сейчас мы перед линькой у него розовый вот мы освобождаем правую руку чтобы нам можно было что-то делать о красавчик а вот они последствия несколько больно это больше неожиданно покажи эту сторону но здесь да здесь красиво смотрится прям не вопросом что если мы сейчас салфетки все сотрём то там ничего почти не видно будет там очень-очень маленькие точки скажем так такого не было уже наверное месяцев 9-10 то есть он абсолютно дружелюбно себя вел но это сейчас очень грубое нарушение техники безопасности брать агрессивную змею блинки еще настолько в наглую просто расслабился уже не поэтому мы удаляем отсюда коряги убираем их в ванну в ванной мы потом их кладем и поливаем кипятком дальше весь вот это вот все вот эти вот опилки но здесь они чистые недавно менялись в это разравниваем но если мы делаем профилактическую обработку мы полностью все убираем для этого мы ставим мусорное ведро под низ да он там уже он уже медитирует он уже короче понял что он провинился такой прости бать каза странца все буду вести себя прилично сейчас было бы прикольно за локоть бы сам показал что кто еще батьки кто здесь да но потихонечку моя красота стекает ну я надеюсь она там хотя на полную страшно главное чтобы динозавра не капнул то динозавр убедится вот поэтому мы убираем все изнутри террариума полностью все это ведро собираем по максимуму чтобы это не просыпалась мимо далее у меня есть реликвии это ножи которые не осталось единственной памятью о моей любимой бабушке когда я с ней собирала грибы и это в лесу я его нашел наверно единственная память у меня с 8 лет больше не наверно ничего не осталось вот то есть вот я его нашел в новую ручки из бирюзы насколько я понимаю этим ножичком я прохожу и вот так вот собираю все с краев одной рукой когда там ряда била будет сложновато это дело да я беру пасну в сторону вот сюда вот в эту сторону да и в конце вот она все собирается здесь полностью все до последней этой свете хвоинки до последней опилки мы это все убираем чтобы это все было абсолютно чисто но на таких террариумах обычно такой проблемы нету проблемы есть на таких у террариумов которых низкая высота здесь высота два с половиной три сантиметра высота бортика да то есть который по которому ходят стекла здесь высота маленькая эти были террариума второго поколения то есть это еще не не последний уровень апгрейда новый который меня последние заказывал здесь высота 8 сантиметров то есть чем выше высота тем меньше шансов что туда будут попадать опилки ввиду разнообразных веселье наших змей с такими террариум намного сложнее потому что у них все бортики нужно регулярно чистить здесь попроще потому что это так единичные проявления если змея агрессивная и агрессивная и нужно допустим сначала убрать поилку можно вот допустим покажем на примере вот этого радужного удала кстати но тоже в целом такая земля с характером вот мы можем взять и с помощью этого корцанка убрать чтобы это было более безопасно это делается вот так чтобы минимум туда руку погружали то есть почему змея кусается в террариуме она охраняет свое пространство а слепая змея а когда змея в линьке она по сути слепая ну почти слепая она еще защищается потому что она понимает что она очень большой угрозе потому что она очень она почти ничего не видит вот и к ней еще плюс ее пространство лезут поэтому радугу мы закроем нам и сегодня белогубова хватит корцанку выбираем и наступает первый этап убранные все пилки мы просто мыльным раствором моем террариум именно этот террариум сделан специальной влагостойкой фанеры и трижды прописан прописан пропитан специальным лаком после того как мы что мы прописан тоже нет он не прописан потому что у него вот определенная фишка моих террариумов пленка на дне лежит пленка благодаря которой все экскременты все прочность она набита на высоте где-то три-четыре сантиметра и специально здесь гладкой то есть это тоже последнее поколение пленки по разному крепил разные крепления были где-то попадала потом опилки попадали под нее где-то нет то есть всему свое время даю как бы это последняя версия ее поэтому мы просто протираем но она становится чистым мы берем губку пропитываем его обычно там допустим локом или хозяйственным мылом промывает все от механических повреждений ну там разные бывают и потом дальше подключается подключается экоцит это от всяких там от всякой 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 дряни неживого происхождения всякие бактерии там скорее всего и вирусы и все прочее про вирус это отдельная грусть и печаль вот они достаточно слабо изучены но в общем мы разводим согласно инструкции и все террариуму моем все мы это делаем с перчатками потому что эта химия работать нужно все в перчатке дальше все это много об этом расскажем позже и наверное желательно все-таки у респираторе потому что запах определенный есть когда мы будем лень про препараты от клещей там вообще отдельный столь там запах просто вот потом когда она высыхает после экоцида нам нужно сделать обработку от клещей любым из препаратов лучше из комбинации препаратов давайте теперь по ним поговорим вот в данном случае почему снимаем видео сегодня профилактические очистки началась это уже готовы к применению террариума коряги пролиты кипятком внутренняя часть террариума обработана внутренняя часть террариума обработана уже и все беззаражено полностью обработана окорицидами против клещей в первую очередь сначала обрабатывается вентиляция прям в нее задувается отдельная история это прямо туда отдельно мы обрабатываем так чтобы вся зараза вот уже клещи клещи наверно мы хорошо друга пересадим он по мне очень доволен действиями наверно мои пальцы которые не пальцы пока еще не посиняли на руку он явно отдавать не хочет так мы наверное его пока вернем сюда потому что иначе я наверно начну слегка нервничать вот сначала мы убираем вставляем нашу веточку потом у меня очень хорошая штучка такая называется пульгаризатор распылитель мы смачиваем опилки потому что когда змея линяет особенно особенно когда это белокубыч или радуга им нужно много влаги теперь дальше нам нужно договориться чтобы он от нас свалил нет можно это сделать когда мы рассажаем на ветку начинает его надо заранее подвигать что по им пальцами синить уже начинает он по-моему столько атмосфер сейчас конечно мы сейчас увидим фиолетовую руку но вообще как размотать змею с ракет наверно будет отдельное видео рука уже более-менее отошла залп уже произошел здесь нужно поаккуратнее поэтому дверцу мы закроем наверное сюда мы отойдем да он обиделся и в угол лег все отходим он иначе будет атаковать переходим дальше нашему злопированному террариуму все залито кстати здесь даже скотчем проклеены края вот края пленки вот видно да она блестит то есть степплером пробиты максимально натянуты сверху скотчем еще проклеены их нужно будет еще каждый раз обновлять фиксировать обработана сверху вентиляция обработана сбоку вентиляция обработана вся вот эта вот часть как она обработана покажу выберем препарат именуемый не астамазан наша старая добрая классика но здесь он просто перелитом виде виде а покупалась литровая банка и отливала сюда небольшая часть поскольку него очень маленькая норма расхода разводится в такой баночки прозрачные такого объема в целом достаточно 500-300 миллилитров вот такая мутная муляка и полностью с пульверизатора идет распыление по всей этой территории это та часть основная по которой взаимодействует лазить могут клещи на вот мы захватываем вот такую часть всю раз мы пропрыскиваем внутреннюю часть те края и самое главное если у вас наверху вентиляция раз и плюс другие террориума могут быть мы сверху полностью все покрываем очень хорошим слоем не астамазана да то есть полностью весь этот слой прокрывает покрывается не астамазана также это может быть не знаю сколько эффективным будет препарат барс ну вот вот так куда выглядит они классические спрей инсекто-акарицидные вот у меня еще барс вот такой вот есть прошлого раза разницы практически нету то есть главное что он инсекто-акарицидный мы по обрабатываем всю поверхность по возможности за ним все вот эти вот боковые внутренние швы то есть я сверху вниз вот так вот начинаю проходить чтобы попадала на боковые части стен самое главное на вентиляцию потому что клещи будут залазить первую очередь через вентиляцию ну и потом через стекло вот но через стекло менее меньше возможности вот полностью прохожу всю эту территорию и ввалим отсюда уже здесь такая вонища будет стоять то есть мы открываем окна соответственно змеи у нас уже все мы покажем где после этой обработки проходят сутки и они стоят вот в таком вот открытом состоянии но либо вообще без стекла то есть вот чтобы она здесь продувалась либо стекла мы вообще вымываем она сутки стоит без коряк коряги под кипятком отмокают коряги отдельно высыхает потом мы засовываем сюда с корягами и дальше берем в распылитель опять же добавляем и также чтобы на максимум сморщили коряги чтобы она пропиталась чтобы залази на коряги ну это допустим фронтлай уже видно что он потрепанный жизни он уже у меня не первый год здесь хорошая распылилка стоит то есть мы это все обрабатываем коряги отдельно смысле террариуме чисто коряги проходим закрываем на час потом открываем и также на сутки еще стоит по завершению когда все просохло змеи у нас тем временем покажем сейчас где находится и в каком внешнем виде пока это вот первая партия змей основная масса вот здесь вот сейчас это отдельно я покажу эту историю и наверно где страшные следы взаимодействия моей искренней любви но вот укус белогубого кто видит его уже все было в кровище следов вот самый сильный был укус здесь вот самый больше всего был следов маленькие точки вот все здесь идеально выдройные с помощью хозяйственного мыло и много раз помытые по юге дальше мы берем у кого мы допустим возьмем на примере этого милого замечательного а 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